Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и тут только самые свежие новости из мира бокса и ММА. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! Третий поединок между Хуаном Франциско Эстрадой и Романом Гонсалесом состоится 5 марта следующего года в Сан-Диего и будет показано на Дозоун. Изначально бой планировался провести еще в октябре, но тогда Гонсалес заболел коронавирусом. Второй поединок между Эстрадой и Гонсалесом состоялся в марте этого года, спустя 9 лет после их первого боя, и стал одним из лучших поединков года. Эстрада взяла реванш за поражение в первом бою, однако многие поклонники бокса не согласились с решением судей. Серхио Мартинес свой следующий бой пройдет 27 января в Мадриде. Соперником Мартинеса будет Макалей МакГоуэн. Поединок пройдет в лимите среднего веса. Стал известен соперник Каната Ислама по следующему бою. Им стал Джимми Келли. Сам поединок пройдет 21 января в План-Сити, штат Флорида. Обозреватель издания «Спорт Иллюстрейтед» Крис Меннинг считает, что в 2022 году Сауль Альварес поднимется в супертяжелый вес, чтобы сразиться с Александром Усиком. Более того, инсайдер убежден, что Канело сумеет победить украинца. Главная сюжетная линия 2022 года будет заключаться в том, что Канело поднимется в супертяжелый вес и бросит вызов Александру Усику. И он победит Александра Усика. Я думаю, что у Канело есть навыки, чтобы это сделать. И это будет большой, самый серьезный вызов в карьере Канело. И это мое предсказание. Энтони Джошуа ужинал с шейхами в ресторане, а в это время прямо за соседним столиком находился его недавний оппонент Александр Усик. Усик сидел в космическом шлеме и пристально смотрел на Энтони. Когда Джошуа повернулся и увидел Александра в таком образе, то сильно рассмеялся. Впрочем, не исключено, что под шлемом в образе Усика скрывается кто-то другой. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok